Мусаха Манаев против Луиса Малумино. Продолжается ACB 51. Калифорния. И второй подначимости поединок сегодняшнего вечера. Российско-перуанское противостояние. Ну, перуанец уже с американским отливом. Пожелаем Мусе удачи в этом поединке. Надеемся, все сложится для него удачно. Хёрдзин дает отмашку и первый раунд начался. Мусаха Мусаха очень быстрый боец. Старается забрать инициативу справа, снизу. Очень хорошо атаковал сейчас Хаманаев. И тут же тейкдаун выигрывает позицию. А Луис Поламина перед этим поединком показывал нам, что перешел он в Джексон Бинг. И посмотрим, как подготовка этого бойца сложилась к этой встрече. Сумел ли он качественно подготовиться под Хаманаева. Пока Мусаха ведет этот бой абсолютно. Классическая оборона в исполнении Луиса Поламина. Прихватывает он за руки Мусу Хаманаева. В свою очередь российский боец. Разрывает дистанцию и атакует сверху. Гвоздящими ударами обрушивается он на соперника. Поламина пытается встать. Муса сверх заряжен на эту встречу. Еще спину пока Фламина не отдает. Отключает колени. Хаманаев по внутренней стороне и по внешней стороне бедра в том числе наносит удары. Все-таки встал Луис Полубино. И сваливает его вновь в ухо Хаманаев на стил. Продолжает атаковать россиянин. Практически полторы минуты тотального контроля Хаманаева мы наблюдаем. Да, буквально один эпизод мы видели, когда Муса сократил дистанцию резко и перевел соперника в борьбу. Теперь уже на протяжении почти двух минут он своего оппонента не отпускает. Действует очень вязко. Не дает Фалумину практически никакой дистанции, никакого люфта мы здесь не видим. Постоянное давление. Закрывает гард Луис. Не удалось отбросить россиянина. Многое делает в борьбе, безусловно, Хаманаев. И этого вполне достаточно для того, чтобы реферий не вмешивался в ход поединка. Ведут по времени Хаманаева. Вяжет, что есть сил, Поламина. Прижимается, пытается минимизировать ущерб. И попытка проведения удушающего приема срывается. Большой эпизод и, фактически, половину раунда однозначно Хаманаев забирает. Пошел в атаку с двойкой, выиспал Лумино. Но то, что удалось в таком темпе, в таком ключе провести Мусе Хаманаеву первую часть первого раунда, это очень хорошо. Все-таки 36 лет Луиса Поламино. Это такой серьезный, почтенный возраст для полулегкого и для легкого тоже дивизиона. В этих весовых категориях, как мы знаем, очень важна скорость прежде всего и выносливость. Без потерь вошел Хаманаев под одну ногу, но пока не удается перевести оппонента на канвас. Прихватил его за левую руку. Но сосредоточен сейчас Хаманаев на том, чтобы прижать просто своего визави к сетке. Периодически показывает он захват за ногу и затем вновь переводит центр своего внимания наверх. Есть клинч. И пока мы не видим броска. Хотя видим заходы. Скручивается то в одну, то в другую сторону Муса. Полторы минуты уже меньше до конца раунда. Вновь колени. Внимательно Керптин. Продолжает контролировать соперника у сетки Муса Хаманаев. Ну и по сути получается, что ничего абсолютно за 4 минуты первого раунда Хаманаев сопернику сделать не позволил. Уверенно ведет российский боец этот поединок. Но по факту еще только все начинается. Заканчивается первый раунд. Впереди второй, третий. Да, много контроля. И пока Муса не так много ударов выбросил. Жестких, акцентированных. И, что самое важное, точных. Ставка на борьбу, похоже, полная выбрана в лагере Хаманаева. И эта ставка пока работает. Надеемся, что так будет и дальше. По тейкдауну и контролю, безусловно, очень большое преимущество у россиянина есть. Заканчивается тем временем первый раунд. Вот и шикарный тейкдаун в исполнении Мусы Хаманаева. Попытка со стороны Лысо-Палумина прихватить Мусу на Килютину заканчивается неудачей. И первый раунд, судя по всему, заканчивается так же, но в пользу Мусы Хаманаева. Однозначно первые пять минут можно занести себе в актив. Очень важно функционально выглядеть так же хорошо. Необходимо отдохнуть в эту отведенную минуту, чем сейчас Муса и займется. Трудовой раунд провел. Все пока работает. Видно на повторах, что достаточно легко заходил в борьбу Мусы Хаманаев, не пропуская удары и, в принципе, практически не получая никакого ущерба. Ну и нельзя сказать, что Муса проигрывал в стойке. Примерное было равенство. Другое дело, что эпизодов в стойке было минимальное количество и, в основном, именно по инициативе российского спортсмена все решалось в борьбе. Если бы поединок этот проходил ударной технике, именно в стойке, то вполне возможно, что так же у Хаманаева было бы преимущество. Но вполне логично решил он, что необходимо действовать именно в том ключе, где будет у него преимущество неоспоримое. Что мы увидели в первом раунде? Забрасывает правый оверхенд. По воздуху пока. Лоу-кигом обличает перуанец. Много двигается корпусом Муса. Пытается прессинговать полумину. Идет вперед. Интересно подбирает дистанцию Хаманаев. Выстреливая перемены то слева, то справа по воздуху. Просто показывая удары, обозначая их. Но полумина также пытается рывками сокращать дистанцию, но делает ставку перуанец на тяжелый удар. Попадает. Попадает как раз тем самым правым прямым тяжелым. Но держит Муса. Удар. И снизу здорово сам атаковал. Мы видим рассечение появилось. Тут же еще одно попадание. Жесткое. Тяжеледный правый от полумина. Идет вперед Мусака Манаев. Да, несколько тяжелых пропущенных ударов. И пока что мы не видели тейкдауна в втором раунде. Рассечение жесткое под правым глазом Манаева. Пытается кружить вокруг российского спортсмена, увы, с полумину. И очевидно, что ставку он делает именно на ударную технику. На то, чтобы закончить этот поединок нокаутом в свою пользу. Вероятно, хотел зайти в борьбу Хаманаев, но просто не получалось на старте второго раунда это сделать. Пресекал все попытки полумина. Опять же, пресекал тем, что сам активизировался на ногах и больше стал выбрасывать ударом. Две минуты позади и по ущербу нанесенному, безусловно, в этой пятиминутке пока что впереди Луис Полумина. Жесткий удар у него справа, пытается он его скрыть. Еще один на ногу выбрасывает по воздуху и тут слева добавляет все мимо. Правый оперхот, похоже, чистый, чем достиг цели. И тут же джеб еще влетает. Пытается перекладить инициативу Мусака Манаев. Пресечение действительно тяжелое. Периодически достается от соперника джебом, но пропускает больше. Еще один левый прямой, тяжелый, получил в голову Муса Хаманаев. Там он также достает соперника, но в основном джебами. Удары эти серьезного ущерба не причиняют. Еще одна серия. Зацеливает каждое свое действие. Луис Полумина достает. Вновь справа оказывается на конвасе. И пошел сейчас уже добивать практически Полумина. Россиянина. Закрывается Муса. Старается атаковать снизу. Много времени, еще две минуты с небольшим. Катастрофическая ситуация для Хаманаева. Но с другой стороны он в сознании. Он прекрасно понимает, что происходит. Сейчас главное защищаться уверенно, хладнокровно. Не пропустить еще тяжелых ударов. Остается при достаточном времени. Во втором раунде больше полутора минут. Рыфери не вмешивается. Гермдин смотрит, но не поднимает. Похоже, что есть еще одно попадание на выходе. Пропускает Хаманаев. Разворачивается и выигрывает сейчас ситуацию. Клинчевать необходимо. Но Полумина с легкостью разворачивает россиянина к сетке. Колено добавляет еще одна серия. И похоже, что уже очень тяжело приходится Мусе Хаманаеву. Включается Полумина. Наносит удары то слева, то справа. И теперь уже хаммерфисты пошли в дело. Готов к остановке боя. И все кончено. Проиграл этот бой Муса Хаманаев техническим нокаутом. Остановка боя за минуту и 11 секунд до окончания второго раунда. Хороший раунд показал первый в борьбе. Но нужно делать... Было делать больше. Ого! Вот так делать не нужно. Но подошел и что-то высказывал сейчас Хаманаев своему сопернику. И Полумина нанес удар уже после окончания боя. За это действие, безусловно, будет разбирательство. Птич Дюран также здесь находится рядом с Хаманаевым. И сейчас обработает раны. Безусловно, определенные санкции последуют. И просто так это дело не оставят. Я думаю, что в скором времени мы узнаем вообще, в чем там было дело. И что конкретно говорил Муса Хаманаев, высу Полумину. Потому что, наверное, это тоже важно. Безусловно, Полумина был неправ в том, что ударил Мусу. Но мы знаем, что иногда страсти накаляются уже после поединка. И, в общем, безусловно, и руководство организации Сибии, и атлетическая комиссия Калифорнии разберутся в этом вопросе. Возможно, еще не до конца из состояния боя, в принципе, вышли спортсмены. Очень много пропустил Хаманаева в втором раунде. Сейчас мы с вами уже наблюдаем за заключительной фазой, за заключительной атакой Луиса Полумина, которая была достаточно затяжная. Защищался как мог. Да, и в этой последней атаке большинство ударов пришлись по защите. Другое дело, что, да, здесь уже была пассивная оборона, и Херб Дин действовал полностью в соответствии с буквой правил. Здесь вряд ли какие-то претензии могут быть предъявлены рефере. Рефери уже готов пригласить бойцов в центр клетки, а резоноса разлучить имя победителя. Но мы видим, что Усаха Манаев покинул клетку, не дожидаясь официального решения. Ну что же, в любом случае поздравляем с этой победой. У Уиса Полумина, он провел его в яркий поединок, проиграл совершенно однозначно первый раунд, но затем сумел перехватить инициативу, и во второй пятиминутке одержал яркую победу. На победу техническим нокаутом. Я работаю так сильно, как, вы знаете, последний случай, в начале. Я решила, что мне нужно сделать следующий движок, и я буквально продавал все, что я приехал в Майами, я уехал, и я пошел за мои мечты. Но очень много людей, которые уехали, что делать это. И я продавал все, я пошел, я пошел в Мессингтон, и я учился с Джейсон Гуинк, и у меня есть этот генерал вот здесь. Благодарит Уис Полумина в свой зал, Джейсон Гуинкс ММА, Джексон Гуинкс ММА, к которому, как мы знаем, теперь он имеет отношение. Благодарит всех, кто помогал ему готовиться к этому бою, и говорит, что 36 лет – это далеко не конец, как мы сейчас видели. И передает привет всем латиноамериканцам, которые собрались в зале. Выражает Энна свою любовь и благодарит за поддержку.